Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи! Сегодня будет видео про кипение, потому что частенько спрашивают, покажи, как он должен кипеть. Но даже видео можно сказать не столько про кипение, сколько про чудеса. Про всяких товарищей, которые на ютубе снимают видео и показывают, как аккумулятор начинает при 16 вольтах интенсивно кипеть, обмазка оббивается, электролит становится бурого цвета, все, аккумулятор пришел в негодность, не капитите аккумулятор. Так я вам сегодня расскажу, где вас обманули и покажу, где вас обманули, потому что это на самом деле все чистой воды фокусы для того, чтобы получить хайп на ютубе. Так, имеем исходную. Аккумулятор, он полностью заряжен. Не так, чтобы было видно, что он заряжен. Вот видите, зеленый глазик горит, то есть он заряжен. Сейчас я вам покажу баночку внутри. Так, и наш любимый лабораторный блок, то есть зарядное устройство. Аккумулятор еще не подключался, но я его перед этим зарядил, и он отстоялся, наверное, долго стоял, неделю так точно. Давайте посмотрим внутрь банки, посмотрим, что там процесса никаких не идет и расскажу почему. Вот зеленый глазик, значит плотность в аккумуляторе нормальная. Заглядываем в баночку, что нам баночка покажет, если бы еще сфокусироваться. Ага, вот, сфокусировались. Видно, там пластинки, перемычка, и самое главное, что, что нет никаких пузырьков газа. Это значит, что аккумулятор отстоился и перед этим на зарядке не стоял, потому что когда аккумулятор стоит на зарядке, даже если вы сняли его с зарядки только что, то все равно там пузырьки газа будут выделяться, потому что химическая реакция не КАМАЗ мгновенно не установишь. То есть не остановишь. Так вот, показываю, что аккумулятор в полном покое, никаких химических реакций не идет. То есть аккумулятор отстоен, отстоен очень долго, при этом он заряжен. Это мы все прекрасно видим. Плотность нормальная, потому что зеленый глазик горит, значит он заряжен. И никаких химических реакций пузырьков газа нет. То есть абсолютный покой. И давайте теперь проведем экспериментик. Теперь настроим зарядные. Давайте настроим ток. Ну, допустим, 3 ампера. Так, и напряжение 14,4. И подключаем аккумулятор на зарядку. Раз, подключили. Что у нас? 3 ампера берет. 14. Ну, видно, аккумулятор заряжен. Напряжение сразу 14,4 стало. И начал падать ток. Заглянем в аккумуляторную банку. Заглядываем в баночку. Видно, что там что? Ничего, в принципе, не происходит. Он себе берет там ток понемножку. Вот. Ну, дело в том, что он заряжен. Вот уже 0,9 ампер и падает. Давайте в другую баночку заглянем. То же самое. Никаких тебе пузырьков, ничего нет. Аккумулятор заряжен в состоянии покоя, невзирая на то, что мы дали ему напряжение. Сейчас на клеммы все равно ничего не происходит, потому что он заряжен. Вот. 0,9 ампер и падает. Вот так вот, чтобы показать без отрыва от производства. 0,9 и падает. 14,4 держится. 0,9 и падает. Ну, давайте немножко подождем, когда упадет. Вот. Буквально полторы минутки я подождал. Ток упал 0,13. Напряжение 14,4. И теперь давайте я вам буду показывать, как вас обманывает. Видно, аккумулятор заряжен. То есть такие показатели, обычно, если меньше 0,5 ампер, этот аккумулятор уже заряжен. Вот. 14,4 и меньше, чем 0,5. То есть заряжен до потолка. Видите? 0,15. Даже не 0,5, а 0,15. То есть я его зарядил до самого упора. Ну, в общем, этот аккумулятор после балансировки. Потому что я его балансировал, выравнивал плотность в банках. И он после балансировки, он и должен так показывать. Так. А теперь чудеса. Так. Подключаем наш крокодильчик от аккумулятора. И буду я вам показывать чудеса. Так. Теперь мы настроим наш прибор. Подключаем крокодильчик. И теперь мы поставим ему ампер... А давайте пять с половиной, да? Пять с половиной ампер ему поставим. А напряжение при этом сделаем сколько? Ну так 16, понятное дело. Нам же все расскажу, что при 16 вольтах аккумуляторе кипят. 16 вольт. Давайте им поставим. И посмотрим. И подключаем крокодильчик. Вот. Давайте в баночку. Я сначала наведусь и подключим. Подключили. Смотрим. Вот. Началось бурление. Видите? Пошла реакция. Начался выделяться газ. Сейчас у нас пятерочка и падает. Вот вам покажу, что вы видели. 16 вольт. 4, 5 и падает. Опять наводимся в баночку, чтобы было все видно. Видите, какое кипение? Зашипел. Видно, шипит. И видно, он понемножечку начал прокипать. Но на что я обращаю ваше внимание? На то, что нет вот такого объема пузырьков, которые вам показывают на видео, что там действительно пузырьков очень и очень много. Немеренное количество пузырьков поднимается. Вот. И все это оббивает обмазку. И ваша обмазка слетает с пластин. И это наносит увечья аккумуляторной батареи. Оно действительно наносит увечья, если кипение слишком обильное. Ну вот я вам демонстрирую, какое кипение сейчас. И это лишнего я дал. Потому что в своих видео всегда рассказываю. До трех ампер давайте. До трех ампер. А я дал пять с половиной при 16 вольтах. Но как видите, вот такого вот маразма, который вам показывает в ютубе, с аккумулятором не происходит. Притом не происходит ни в одной банке. Вот вторую банку вам покажу. Да, пузырьки выходят. Вопросов нет. Крупные выходят. Но такого безумия, что обмазка пластин оббилась, такого нет. Но сейчас прибор уже показывает 2,2 ампера и падает. 16 вольт, 2,2 ампера и падает. И обильного такого газовыделения, чтобы оббить обмазки, нет. Вот так вот должен кипеть нормальный аккумулятор. А как у них так получается? Вот вы спросите сразу, что вот они подключают и столько количества пузырьков идет. Немыслимых количествах. Кипит как вода в чайнике. И соответственно, да, обмывается тогда обмазка пластин. Действительно так нельзя. А дело в том, что они вам показывают вот эти чудеса на незаряженном аккумуляторе. Это я вам такой секрет раскрываю. Вот я вам показал, что аккумулятор был до потолка заряжен, а потом я на заряженном аккумуляторе для того, чтобы перемешать электролит, чтобы не было стратификаций. Поднимаю напряжение. То есть идет до заряд аккумулятора до 100%, при этом перемешивается электролит. Потому что множество раз рассказывал, почему аккумулятор нельзя зарядить до 100%, если мне давать 16 вольт. Потому что расслоение электролита электролит дает в нижних частях пластин повышенное напряжение. Верхние части пластин просто не заряжаются, потому что там электролит низшей плотности, чем внизу. Потому что происходит расслоение электролита при заряде аккумулятора малыми токами. А вот если бы я взял этот аккумулятор в разряженном состоянии может быть когда-то этот компьютер будет разряженным и я вам покажу эти чудеса если бы я его взял в разряженном состоянии и сразу дал ему 16 вольт и 5 ампер туда он бы кипел как чайник как чайник бы кипел и вот была бы та ситуация которая вам показывает на ю тубе и все бы это выглядело очень и очень страшно вот я бы тогда тоже вам рассказал что вот нельзя кипятить видите какое бурное газовыделение отбивается обмазка пластин катастрофа апокалипсис никогда так не делайте это убивает ваш аккумулятор но я же не шарлатан я вам показываю как есть перед этим он показал что аккумулятор был до потолка заряжен под балансирован в хорошем состоянии и вот я вам показываю 16 вольт еще раз покажу вот сейчас 16 вольт у нас и ток упал уже до 1 и 7 падает видите то есть он при том что ток у нас стоит пять с половиной ампер я отрегулировал я мог поставить и 10 ампер можно поставить сколько угодно но дело в том что он все равно ток сбросит потому что некуда заряжать аккумулятор он уже заряжен и когда аккумулятор заряжен сколько бы току не дали он кипеть не будет то есть вот то что вы сейчас видите это все на что он будет способен и вот при таком кипении происходит перемешивание электрита за час то заряд аккумулятора до 100 процентов он сбрасывает весь сульфат который не сбрасывается при обычной зарядке до 14 4 вольта и при этом обмазка не обобьется потому что что потому что нет такого интенсивного кипения чтобы отбить обмазку давайте еще вторую баночку посмотрим на любую баночку можем открыть там будет та же ситуация то есть вот так аккумулятор должен кипеть потому что все время спрашивает покажи как он должен кипеть вот вот такая интенсивность кипения это нормально как видите крупные пузырьки выходят и мелочи пузырьки выходят но тем не менее ничего страшного не происходит видите что аккумулятор заряжен есть коричневые положительные пластинки чистые от сульфата вот и есть серенькие пластинки между ними это отрицательные пластинки видно что сульфата в аккумуляторе нет он не засульфатированный потому что если был засульфатирован то пластинки были бы белыми они видите у меня коричневые потому что аккумулятор в нормальном состоянии я за ним слежу никаких проблем с ним нет и заряжаю я его 16 вольт и никаких тоже проблем нету и аккумулятор уже восемь лет и он работает и потерял только 30 процентов емкости а 70 процентов емкости еще есть и чувствует мое сердце если ничего не случится что этот аккумулятор еще лет четыре пять должен прослужить но правда я столько на машине ездить не буду потому что я ее продам раньше чем он сдохнет этот аккумулятор но тем не менее подписан на канал его смотрит то тот знает что этот аккумулятор мне достался с машиной когда ее купил и он был в плачевном состоянии то есть он был полностью разбалансирован в одной банке был выкипивший электролит ни одна банка была полностью на ухо засульфатированной я его этот аккумулятор ремонтировал восстановительные заряды десульфатации и как видите по сегодняшний день он работает и работает исправно и воду я доливал потому что он выкипивший был потому что бывший хозяин за ним вообще не смотрел как видите даже плачевные аккумуляторы нормально вытаскивается на белый свет и работает долго и хорошо но сейчас мы наблюдаем то кипение которое должно быть при 16 вольтах никаких проблем как видите нету обмазка при таком кипении у вас не обобьется еще раз вам показывает сколько дает зарядник вот сейчас у 16 вольт ток упал до полторы то есть он сам сбрасывает ток зеленый глазик горит то есть электролит перемешиваем еще раз вам говорю что то что вам показывает на ю тубе всякого рода деятели это чистой воды на жучелого это вас дурят потому что сделать так чтобы аккумулятор закипел как вода в чайнике действительно стало страшно вот это без проблем разрядить аккумулятор дайте на разряженном аккумуляторе 16 вольт и штук 5 ампер току 5 можно больше и он вас закипит как в чайнике вода действительно станет страшно и будете пугать потом своих зрителей а зрители будут смотреть и пугаться потом приходить ко мне на канал и рассказывать так это 16 вольт это страшно он же кипит неимоверно вот так вот он должен кипеть если вы делаете все правильно если он у вас закипел так как показывает на тех видео так это вас надурили товарищи надурили потому что чистой воды фокус и вот пока я с вами разлаговольствовал при монтаже совсем чуть-чуть вырежу когда руки трясутся показываю 16 вольт 1 и 3 то есть ток падает несмотря на то что у нас отрегулирован прибор на пять с половиной ампер он их просто не возьмет не возьмет потому что он заряжен а если нету тока то нету большого газовыделения чтобы было большое газовыделение надо дать не только 16 вольт еще и много тока а на заряженном аккумуляторе много тока дать невозможно потому что он его не возьмет некуда брать только не заряженный аккумулятор может взять много тока он может взять и сотню ампер не заряженный аккумулятор и при 16 вольт если поставить еще 100 ампер так он не то что кипеть будет он подпрыгивать на столе будет не гудеть будет как атомный реактор то есть всякие фокусы возможны так но а должно быть вот так как я вам показываю вот сегодня такое видео поучительное ставим лайк кому понравится кому не понравится но ставим лайк потому что я очень жален и обязательно пишем комментариях кто что думает по этому поводу ну и для поддержки канала